Здравствуйте, дорогие друзья. Мир живет по Торе, мы давно это знаем, построен по Торе. Поэтому то, что заканчивается книга Брешит, означает, что заканчивается такое наполнение духовное, подготовки к жизни в этом году. Теперь уже все. Переход к книге Шмот, это переход к работе, к действию. И вот прямо после Шаббата мы должны проанализировать, что произошло за этот период, принять какие-то решения, и не думать уже, а начинать работать. Тора начинается с персонажей, событий разных, книги Брешит, которые заключаются в том, что они являются архетипами. Адам, Ева, Каин, Авель, Ноах, потоп, строители Павелонской башни и так далее. Их истории рассказывают нам о человеческой природе, о том, как происходило становление человеческого духа, восстание, вере, братоубийство, высокомерие, возмездие, все, что хочет. И видно, показывается нам главное, нам показывается тот порядок, который Бог создает, и хаос, который мы создаем. И вот на вот этом стыке, после окончания книги Брешит, нам и надо понять, что надо приступать к изменению в мире. Все зависит, очень много зависит. В иудаизме утверждается, что от человека зависит очень много. Один Машарабейн изменил мир. Давайте я расскажу про эту историю. Праздник Ханука. В Вашингтон посланник Хабада организовал зажигание ханукальных свечей. Четвертая свеча, и пригласили президента Соединенных Штатов. Приехал Джимми Картер в то время. Собралось очень много народу, торжественно все. Президент зажег шамаш, там свечку зажгли, что-то. Картер смотрит красиво и говорит, а почему только четыре свечи горят? Посланник объяснил президенту, что сегодня зажигают четвертую, там и так далее. Картер говорит, я Вас очень прошу, пожалуйста, зажгите все свечи. Ну, посланник в замешательстве абсолютно не знает, что делать. Тот говорит, я президент Соединенных Штатов, я хочу, чтобы ради Америки горели все свечи. Посланник думает, что же делать, с одной стороны, как бы, вот, четвертая свеча, с другой стороны, в президент Соединенных Штатов, чтобы это не отразилось на отношениях, там, со странами. Ну, знаете, как начинает человек думать. Зажег все свечи, зажег все свечи, чудесно, президент доволен, все довольны. На следующий день ему позвонили из секретариата Любавичского Рэбе. Ему передали только несколько слов, которые сказал Рэбе для этого человека. От вас я ожидал большего. Точка. И действительно, вот, от нас и ожидают большего. Ну, скажем так, сказать, господин президент сказал бы, мы очень вас уважаем, но есть закон, к которому мы не можем приступить. Все ли так могут поступить, не знаю, но вот от этого человека и от нас с вами, наверное, ожидает большего. И хотя бывает, что в жизни мы когда-то отступаем по маленькому, по кусочку, там, что-то не... Но главное, чтобы это не было системой, чтобы это не скатывалось все ниже и ниже. Вот, хотя говорят мудрецы, день без занятий, это что, Тора? Когда мы ни одного не делаем духовного движения, это время, украденное у жизни. Мы на один микрон упустили возможность исправить в этот день себя, а значит и весь мир. Надо понимать, если нам что-то не нравится в этом мире, если мы видим какую-то боль и страдание, это наша вина, и она безусловна. Надо помнить высказывания мудрецов. Человек – это лестница, стоящая на земле и вершины, достигающая неба. И любое движение каждого из нас, любое дело, любое слово, оставляет след в верхнем мире. Мы, если очень хотим, мы можем найти Бога везде, в мире. Опять, как сказано, мы можем и увидеть, и услышать Бога. Голос Синай обещает сейчас, так же, как в прошлом, говорит Каббала. И сейчас, как и раньше, просто надо приготовиться, быть способным слышать его голос. Как написано, если будете слушать глаза моего сейчас. Слово «сейчас» означает, что мы постоянно слышим этот голос. Во всем, что с нами происходит, мы должны видеть руку неба. Мудрецы сказали, в любой ситуации, главное, три ступени. Первое – так хочет Всевышний. Второе – все к лучшему. И третье – в чем-то намек для меня. Важно понимать, что для каждого человека намечен какой-то особый путь. Души разные, исправления разные. И главное, надо помнить, разочарование – это антибожественное чувство. Написано, посмотрите на Всевышнего. С каждым из нас у него случаются неудачи, причем неоднократно. Тем не менее, он никогда не разочаровывался. Он в нас верит. Рэбби Любавич говорил следующее. Каждое падение также дает и толчок к дальнейшему подъему. Низвержение золотого тельца. Дала нам Йом-Кипур. Самый святой день в году. Источник нашей связи с Творцом. Еще написано, еще более глубокий, чем во время получения Туры. Секрет и патент против недовольства этим миром, раздражения, гнева, говорят мудрецы, заключается в следующем. Концепция иудаизма говорит, что необходимо хорошо усвоить и понять. Мы не созданы Творцом с целью удовлетворять наши желания. Прежде всего, мы созданы, чтобы исполнять то, что желает Всевышний. Точка. Вот с этого надо начинать свое большое-большое перерождение уже в книге Шмот. Перед нами Шаббат, завершающий Шаббат книги Брешит. Очень важно его провести, хотя бы отличая от какого-то будничного дня. Лучше вообще хорошо, но я на всякий случай. Брахавы от Слаха, Шаббат Шалом, всего самого-самого лучшего. Мы будем жить. Продолжение следует...